Как реализовать свою продукцию и наладить товарооборот не только в КЧР и России, но и в других странах? Кроме этих актуальных для аграриев вопросов, на встрече с представителями Национальной ассоциации оптово-определительных центров обсуждалась задача по реализации продукции регионального АПК и реализация ряда приоритетных инвестиционных проектов. Но, несмотря на это, нашим аграриям ещё есть к чему стремиться. О работе в условиях специальной военной операции, о работе, которую правительство, министерство, ведомство предпринимают для облегчения жизни и деятельности предпринимательского сообщества, бизнес-сообщества, ну, конкретно даже аграрного сообщества, фермеры, производители продукции, те люди, которые непосредственно работают на земле. Мы хотим вам рассказать, как правильно работать, что нового, что сделать для того, чтобы бизнес даже в этих условиях развивался. Собравшиеся обсудили не только уже имеющиеся проекты, но и анонсировали те, что будут реализованы в ближайшее время. В частности, строительство оптово-распределительного центра на 60 тысяч тонн продукции, садоводства и овощеводства. А ещё столичные гости рассказали фермерам о вариантах реализации сельхозпродукции на рынках Китая, Вьетнама, Индии и Ирана. Словом, у предпринимателей и фермеров впереди много совместной работы. Нам интересно послушать, какую помощь они могут нам, аграриям, оказывать в сегодняшних реалиях, какие у них есть предложения и способы решения, допустим, каких-то вопросов. Надеемся, что что-то полезное и нужное мы для себя извлечём из этого. Безусловно, достигнутые договорённости помогут укреплению бизнес-связей и развитию агропромышленного комплекса республики. А это важно, учитывая нынешнюю санкционную политику западных стран. Алина Гидеева, Назиркапушев, Архыс, 24.